Здравствуйте, друзья! 5 марта, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня речь пойдет о перцах. Показываю я свою рассаду перцев и расскажу, что я делаю в рассадный период для того, чтобы в дальнейшем, в летом получить хороший, стабильный, богатый урожай. Я люблю, чтобы на одном растении, если мы выращиваем перец... У меня большая часть перцев, это, конечно, крупноплодные гиганты, которые по 300-400 грамм. И для меня богатый урожай, это когда на одном растении от 10 до 20 плодов срезаем мы. А если там 5-6 плодов, пусть даже они и по 300-400 грамм также будут. Ну, для меня это скудный урожай. Тут просто дело в азарке, не в жадности, а в азарке. Хочется посмотреть, на что способен тот либо иной сорт. Ну и, конечно, наверное, это будет тоже полезно для тех зрителей, у которых, допустим, маленькие участки, да, и они могут понимать уже, что посадив, допустим, всего 5 растений перцев, можно получить просто прекрасный урожай. И заготовок наделать, и поесть от души, и, в общем-то, получить удовольствие от выращивания этих перцев. Конечно, для получения хорошего урожая мы должны вырастить, что? Хорошую, здоровую рассаду. Но здоровую рассаду хорошую очень сложно вырастить в домашних условиях. Но, тем не менее, все мы, садоводы, пытаемся это сделать. И я в том числе. Основной залог получения хорошей рассады – это, конечно, освещение. Но не все могут позволить себе выращивать под лампами. Не у всех есть балконы, либо что там, террасы, веранды с панорамными окнами, да. И, конечно, освещение – это такой один из самых основных, наверное, моментов получения хорошей рассады. У меня вся рассада, абсолютно вся, выращивается без ламп в этом году. Ну, у меня и раньше я какое-то время, то есть до пересадки, пока еще совсем маленькая рассада держала под лампами и затем уже выставляла на подоконник. В этом году совсем рано стало выставлять на подоконник. Не стала ставить вот эти стеллажи, загромождать комнату, так как, ну, в любом случае темно. И лампы также эти не спасают, собственно говоря. Это надо слишком много ламп ставить для того, чтобы растения получали достаточное количество света. Сейчас у меня вот эта рассада перцев, которую я сегодня показываю, она у меня стоит на балконе. Стоит она не близко к стеклу. Я специально сегодня замерила, и расстояние от стекла до тех ящиков, что там у нас, шкаф стоит, да, до этого шкафа, на котором у меня стоит рассада, расстояние 120 сантиметров. То есть метр двадцать, это тоже довольно-таки далеко, и окна не панорамные. Плюс еще первый этаж. Если, допустим, выращиваете рассаду, и вы живете на втором, на третьем, на девятом этаже, то это значительно лучше. Чем выше этаж, тем рассада будет лучше. Но на первом этаже вот так, как получается, так вот стараемся, по крайней мере, ее вытягивать. Поэтому, когда мы выращиваем рассаду с недостаточной освещенностью, ей нужно уделить больше внимания. Ну, вот сейчас она у меня, сейчас я уже стала оставлять на балконе круглосуточно, с какого, с 28 февраля, да. Но у нас тепло на балконе 16-18 градусов температура. И вот последние два дня, когда я стала оставлять уже круглосуточно эту рассаду, я, значит, стала включать лампы. Ну, обычные лампы наверху, на потолке. Вот, то есть они тоже высоко довольно-таки от этой рассады. И включаю я их только вечером, где-то в 6 часов вечера, с 6 до 10 до 11. Вот у меня вот этот свет включен. Чтобы хоть немножко как-то вот повеселее было рассаде. Плюс у нас еще очень пасмурный февраль в этом году. Пасмурный февраль, вот сейчас уже март наступил, два дня были, тут солнечно и опять вот пасмурно. Конечно, вот это освещение, оно влияет на развитие рассады. Удобрения хуже усваиваются и в частности магний. Вот, по крайней мере, сколько я выращиваю рассаду, как только вот недостаток освещения, у меня сразу начинает на рассаде проявляться недостатки, начинают магния. Я вам сейчас покажу, как это проявляется. Вот тут вот на двух растениях я вижу. Вот смотрите, когда мы видим, что на нижней, на нижних старых листиках появляется вот эта светлая окантовка. Это говорит о том, что рассаде нашей, растение нашему, растение не усваивает магний. Вот видите. Вот. Сейчас расскажу, какие ошибки допустила. Промахи даже, не ошибки, а промахи. В этом году. Вообще, все мои постоянные зрители знают, что я из года в год всегда рекомендую при пересадке рассады в грунт. Покупаем качественный грунт. Вносим туда обязательно разрыхлитель. И обязательно такое удобрение, как омурост. На гуминовых кислотах разводится, вносится вот это удобрение в сухом виде на 10 литров грунта один пакет. Либо на 5 килограмм грунта. То есть, если вы берете свой грунт с участка, то 5 килограмм грунта и вот один пакетик вот этого омуроста. А если вы берете покупной грунт, то на 10 литров грунта мы высыпаем вот такой пакетик омуроста. И тогда, вот у меня на перцах не было никогда проявления недостатка магния. В основном было это у меня с петуниями из года в год. Вот. Но, вот в этом году я почему-то решила ни разрыхлитель, ни омурост не вносить в грунт. И, конечно, очень об этом пожалела. Сейчас мне придется проводить подкормки гуматами. Вот у меня здесь гумат плюс 7 йод я уже приобрела. Можно взять гумат калия. Вот такой вот. В общем-то, любое удобрение на гуминовых кислотах. Что нам дают эти гуматы? Растения лучше усваивают элементы питания из грунта. Даже если они выращиваются вот как раз при плохом освещении. Вот если бы у меня был добавлен омурост, то, возможно, у меня бы, скорее всего, даже не было бы вот этого сейчас проявления недостатка магния. Вот. Также гуминовые сюда, вот, допустим, вот в этот гумат плюс 7 йод входят все микроэлементы в хилатной форме. Видите? И плюс еще и йод, кроме этих 7 микроэлементов. Они в хилатной форме очень легко усваиваются растением и быстро, что характерно. Легко и быстро. Ну и плюс еще все вот эти гуминовые соединения, они очень хорошо улучшают структуру почвы и облагораживают ее. То есть восстанавливают плодородный слой почвы. Вот всеми этими гуматами нужно обязательно пользоваться и в саду. Особенно если вы не вносили какую-то органику в почву. Вот у нас мы, допустим, в теплице уже 4 года не вносим органики. Нет у нас перегной мы не вносили. И в прошлом году я проливала байкалом, но этого было недостаточно. И в дальнейшем я уже стала проливать гуматом калия грунт. И тогда я получила также, как и обычно, очень хороший урожай. То есть уже в сезоне 2023 года я сразу с весны, как только грунт оттает, первое, что я сделаю, это пролью как раз эти гряды под перец гуматом калия и байкалом. Единственное, на что хочу обратить внимание, если вы запланировали подкормку гуматом калия, в этот день мы не должны проводить подкормку фосфорсодержащими удобрениями. То есть монофосфат, допустим, калия, либо лантофит, вот с формулой 20-20-20 или любая другая формула, но где есть, присутствует фосфор. Фосфор это средняя цифра. Вот в один день мы их не совмещаем. Вот я тут уже себе запланировала подкормки. И вот раз сейчас увидела, что вижу, что проявляется недостаток магния на растения, я немножко тут подкорректировала уже план подкормок. И вот 3 марта у меня была проведена подкормка кальцевой селитрой. Перец обязательно нужно давать хотя бы 2-3 подкормки в рассадный период кальцевой селитрой. Следующая подкормка у меня сейчас запланирована на 10 марта. Сульфат магния будет по листу, опрыскаю по листу. И вот гумат плюс 7 йод, не зря я его вчера уже принесла домой, буду разводить из расчета 0,2 грамма гумата плюс 7 йод на литр воды и проливать. То есть грунт надо будет просушить перед этим. То есть грунт должен быть сухой. Я предварительно не поливаю перед внесением удобрения. То есть вот я разведу вот так вот гумат и пролью эти стаканчики, как обычный полив. Также хочу сказать, что когда вы поливаете удобрением, с удобрением ваши растения и вообще любой полив, мы обязательно проливаем примерно на полстаканчика. То есть если это 500 граммовый стаканчик у меня, ну где-то здесь миллилитров 70-100 надо обязательно выливать вот этого раствора или просто простой воды, если вы просто полив проводите. Для того, чтобы у вас грунт был влажный. Если у вас грунт будет поверхностно влажный, только вот здесь вот в верхней части, то плохо будут усваиваться корнями элементы питания. То есть грунт должен быть не мокрый, не переувлажненный. У меня здесь стаканчики без отверстий. Если у вас стаканчики с отверстиями, не поливаем так, что грунт прям течет из этих стаканчиков. Но он должен быть равномерно увлажнен. То есть он должен быть влажный для того, чтобы элементы питания усваивались. Зачастую еще садоводы проводят подкормки, но очень поверхностно поливают. Часто, но поверхностно. И грунт, если у нас внизу стаканчика сухой, элементы питания не усваиваются. Я поливаю всегда вот так, чтобы все-таки грунт был полностью влажный, но не совсем мокрый. Тут же у меня стоят еще перцы, которые я формировала вот несколько дней назад, снимала ролик, показывала. Вот пенечек тут остался. Старые листья обрезаны. Эти еще не отпали. Пеньки тоже. И вот, как вы видите, уже очень хорошо пошли боковые побеги развиваться. Вот. Это высокорослые перцы. Низкорослые перцы я никогда не формирую. Вот эти вот у меня низкорослые перцы. Они не будут, на них не будет проводиться формировка, только вот на этих слишком высоких перцах мы проводим формировку. Вот. Еще какой момент, чтобы у нас рассада была хорошая, крепкая, здоровая, это, конечно, ни в коем случае, вот и не держим почву слишком сухой, ни в коем случае не переувлажняем, и не поливаем очень холодной водой. Вода должна быть всегда теплая. И удобрения, которые мы вносим в грунт, обязательно читаем инструкцию. На всех абсолютно удобрениях есть инструкция, на всех упаковках. Поэтому переворачиваем обратную сторону, вот, допустим, тут бутылочка, да, и читаем, сколько надо развести этого удобрения, для каких целей мы будем использовать. Если вы видите, что на удобрении, вот, допустим, Плантофит, любая формула идет только для листовых подкормок. Плантофит и добрая сила. Это листовые подкормки, да, и витамины Аквамикс. То ни в коем случае мы ими не поливаем. Если у нас указано на упаковке, что это вне корневая подкормка, это, конечно, и должно быть... Ой, уронила. Должна идти как вне корневая подкормка. Не поливаем под корень. Ну, и, конечно, я рекомендую хотя бы пару раз полить биогумусом рассаду перцев. Я буду поливать, не знаю, у меня пока по плану там нет, из расчета 40 миллилитров вот этого удобрения, но тоже читайте инструкции. У меня вот конкретно про марку Джой, я могу сказать. 40 миллилитров удобрения на литр воды и поливаю грунт. Пока у меня был один только полив, но вот надо будет еще один раз полить. Для того, чтобы у нас стволики все-таки были толстенькие, крепкие, чтобы рассада была нехилая, да, чтобы нормальные такие крепыши были. Вот. Еще момент. Если есть возможность расставлять рассаду, да, если есть место, то лучше ее плотно не составлять. Вот так вот раздвигаем стаканчики, чтобы посветлее было немного. Но у меня нет такой возможности, поэтому она у меня вот так вот и стоит на балконе. Вся вот так вот скучная, вся друг к другу прижатая. Ну, потому что по-другому, ну, никак. Ну, и, конечно, что еще? Если у вас какие-то проявляются грибковые заболевания, ну, чаще всего в рассадный период, какие у нас грибковые заболевания на рассаде? Это черная ножка. Тут я, конечно, рекомендую, как обычно, либо посыпать атлант по грунту, прям поверх грунта, либо фитоспорин в пасте. Также это можно сделать, если вы случайно, вот бывает начинаешь поливать, особенно если излейки, да, и случайно вы переувлажнили, видите, что перелили грунт, то можно сразу вот прям рассыпать вот этот порошковый фитоспорин. Работает очень замечательно. И грибковые заболевания, как правило, останавливают. Еще хочу обратить внимание на то, что если вы увидели, что на ваших растениях проявляются какие-то, ну, может быть, пятна появились, желтые или еще что-то, может быть, стягивает лист рассада, да, вот у меня нормальная рассада, мы видим, что такой лист нормальный. Но бывает, что особенно молодые листья выходят, вот здесь вот уже видно, кстати, что тоже такое не очень, ну, это еще не критично, это нормально. Если вот начинает прям сильно пузырить, морщить вот эти вот листы, стягивать пластинку листа, это говорит о том, что у вас растение испытывает недостаток бора, и, конечно, тоже нужно сразу провести подкормку. Если же лист желтеет, то нужно просто понять, посмотреть, каких элементов питания не хватает, так как здоровую рассаду нет смысла лечить, ничего это не даст, если вы будете залечивать здоровую рассаду, но и не изменит ничего в лучшую сторону. То есть нужно просто дать те элементы питания, в которых нуждается наша рассада на данный момент, если мы увидели, что какие-то появляются признаки недостатка питания. Ну а так, конечно, я рекомендую, приобретайте любое вообще удобрение, ну вот гуматы все-таки надо обязательно, лучше, конечно, вносить в грунт, ну а так любое абсолютно удобрение можно использовать, и вы получите хорошую рассаду. Использую я, применяю все эти подкормки, где-то раз ориентировочно в 7-10 дней, если бы была у меня освещенность хорошая, то, наверное, я бы даже раз в 10 дней проводила подкормку. Ну а так, раз в 7-10 дней обязательно я провожу подкормки, иначе хорошего урожая очень сложно будет получить в дальнейшем. И надеяться на то, что когда мы высадим в сад, и мы все это восполним нашим растениям, на это надеяться не нужно. Как правило, летом я начинаю слышать от садоводов массу вопросов о том, по какой причине появляется вершинная гниль на плодах, и ряд еще масса различных неприятностей. Ну вот, как я уже сказала, кальциевая селитра 2, минимум 2 раза мы должны в рассадный период подкормить, а лучше даже 3 раза в рассадный период. И вот те элементы питания, которые нужны нашей рассаде перца, если мы будем давать в рассадный период, в дальнейшем мы, конечно, гораздо проще вырастим урожай этот. В саду мы обязательно будем так же подкармливать, по-другому никак. И про стимуляторы роста еще хотела сказать. Пока я свою рассаду ни разу не подкармливала стимуляторами роста, ну вот надо будет запланировать атлант на какой-то день, атлет вернее. Ой, все собрала. Агат, господи. Вот, либо агат, либо энерген. Вот что-то нужно будет дать. Но пока еще рано. Я проводила подкормку вот этим, да, по-моему, которые я сформировала. Я же их вроде бы уже подкормила энергеном. Да, вот энерген. 22-го числа я давала, 22-го февраля подкормку энергеном. И вот после этого я прищепнула вот эти, сформировала перцы. Энерген, вот он как раз дает быстрый рост вот этих побегов. Но 22-го числа можно уже, кстати, повторить. Энерген мы можем использовать по листу, опрыскать. Ну, как я уже неоднократно говорила, он оставляет пятна на листьях коричневые. Поэтому лучше полить, конечно, энергеном. Друзья, я на этом с вами буду прощаться. Наших городских садоводов я приглашаю к нам в магазин Дача за покупками. Магазин находится по адресу Проспект Победы, 48, в центре здания. Всем до новых встреч. Пока-пока.